Я хочу начать свой рассказ тоже из такого личного впечатления недавнего, когда мы с коллегами сидели ночью в аэропорту Ашхабада после конференции. Там были люди из Азербайджана, были люди из Грузии, были мы, литовцы. И просто мы сидели, беседовали, и одна женщина, азербайджанка, начала рассказывать о том, что она родом из Еревана. И ее отец, который уже пожилой человек, он настолько живет прошлым, и он каждый день, у него все уже приготовлено для того, чтобы сесть в самолет, вернуться в Ереван и там умереть. И когда женщина об этом рассказывала, она начала плакать. И я поняла, что это действительно очень больная тема для нее, для азербайджанцев, для армян, поскольку у меня есть близкая подруга армянка, я знаю ту же историю, но с другой стороны. И я понимаю, что действительно вот даже на этом примере мы можем видеть, насколько расколотая эта память, когда люди видят и чувствуют свою боль, но не видят и не признают чужую боль. И когда вот во время этого разговора я подняла тему об армянском геноциде, та же женщина, которая только что плакала, она спросила, какой геноцид? Я думаю, что этот пример нам показывает, что расколотая память и то, что, как я уже упомянула, наша боль и их, вот уже даже не боль, а непонятно, что просто вот непризнание этой боли и является в глубине проблем, с которыми связаны совершенно другие вещи, экономические, политические и так далее и тому подобное, что касается идеи Европы. Хотя я тут привела пример, который как бы указывает уже на вопрос границы Европы, где же она кончается, в Закавказье или где-то, может быть, она идет посередине наших сердец. Так вот, в моей лекции я попытаюсь как бы осветить некоторые темы и те дебаты, которые существуют, например, в Евросоюзе, в Западной Европе, в тех интеллектуальных кругах историков, поскольку я являюсь историком, как вы уже знаете, занимаюсь проблематикой памяти в том числе, и особенно обратить внимание на те болезненные моменты, которые не позволяют решить эту проблему расколотости памяти Европы. Таким образом, моя лекция будет составлена из нескольких под тем, прежде всего, несколько слов о том, вообще, почему проблема расколотой памяти Европы актуальна в контексте нынешнего расширения Евросоюза, и не только Евросоюза, поскольку Евросоюз является, скорее, прежде всего, экономическим проектом, а не каким-то культурным проектом. Но об этом мы тоже поговорим. И, конечно же, очевидно, что евроинтеграция как процесс, он был лишь отзывом, лишь реакцией на глобализацию. И, наверное, в этом и кроется проблема того, что иногда попытки создать общую память Европы, найти какие-то сюжеты общего европейского наследия, сконструировать общую европейскую идентичность, они и выглядят как-то искусственно. И даже, можно думать, что они, наверное, повержены на провал. Это действительно дискуссионный вопрос. Но очевидно, что создание этого большого семейства старых и новых народов, старых и новых, конечно же, в кавычках, народов Европы, как раз является откликом на процессы, которые проявляются во всем мире, и как раз способствуют к увеличению, к более масштабным единицам, которые бы могли действовать самостоятельно на международном уровне. И эти единицы уже давно перешли границы отдельных национальных государств. Национальные государства, особенно такие маленькие, как Литва, и даже такие большие, как Беларусь, очевидно, в глобальном мире не могут играть самостоятельно. И поэтому, очевидно, что создание Европы, Евросоюза и было именно реакцией на это. Но при создании Евросоюза и вообще новой европейской идеи, конечно же, мы сталкиваемся с проблемой того, что же может объединить или вообще, что же объединяет европейцев. Как мы знаем, европейский проект начался на Западе, и он был тоже реакцией не только на глобализацию, но и на другие чисто внешние, внутриевропейские проблемы послевоенного периода. Но окончание Холодной войны, развал Советского Союза, появление новых национальных государств, вот этот парад национализма, он как раз способствовал к открытию вот этого целого континента, того, что называется Центрально-Восточная Европа, хотя некоторые аналитики думают и считают, что это вообще искусственный концепт, что нет такой вещи, как Центральная Восточная Европа. Но, очевидно, можно применить и другое, более конкретное выражение, посткоммунистические или постсоциалистические страны. Но тут тоже надо иметь в виду, что каждый случай, несмотря на вот эти общие черты, уникален или регионы, отличается своей спецификой, и в этом контексте, конечно же, балтийские страны тоже имеют свою специфику, даже двойную специфику. Прежде всего, я имею в виду то, что в Советском Союзе эти три республики, выделяясь тем, что они имели опыт межвоенного периода и опыт независимости, опыт собственной государственности. И поэтому эти 22 года независимой экзистенции позволили им создать собственную национальную идентичность, довольно крепкую идентичность, которая как раз и способствовала специфике этих республик, даже будучи присоединенными к Советскому Союзу. И в советском контексте, конечно же, эти республики считались малым западом. Это проявлялось в разных отраслях, даже то, что русские или другие могли приезжать к нам на курорты, слышать наш акцент, который им казался забавным, может быть, немножко экзотичным. Они там могли купить какие-то товары или одежду, которая не существовала у них. Но это вот все позволяло нам, прибалтам, чувствовать себя в немножко таком привилегированном положении. Мы были рады такой иллюзорной, позитивной идентификации, что мы, дескать, маленький Запад, маленькая Европа. И я думаю, что в этом кроются частично наши теперешние проблемы, потому что когда мы вступили в Евросоюз в 2004 году, мы уже ощутили себя в совершенно ином контексте. Мы уже не были маленьким Западом, мы уже были маленьким Востоком. Или вообще мы теперь плетемся где-то в конце всех там... Ну, это зависит, конечно же, от этих рейтингов и от конкретных там отраслей, о чем идет речь. Но в основном мы плетемся в конце Евросоюзной статистики. Ну, может быть, обгоняя какую-то Румынию или Болгарию. Но такое положение нам, которые в Советском Союзе были, конечно же, на высоте, на первых местах, очень не нравятся. Я думаю, что именно в этом кроется наша фрустрация, теперешняя фрустрация. Но это как бы наша специфика, специфика бавовских стран, которые, как я уже говорила, выделялись и в советском контексте, и в постсоветском контексте, в евросоюзном контексте мы выделяемся тем, что у нас есть именно опыт пребывания в Советском Союзе, а не опыт социализма, как вот те страны соцлагеря, у которых как бы, ну, несколько другая специфика пребывания. Ну, несмотря на эти нюансы, конечно же, есть вещи, которые объединяют нас со странами бывшего соцлагеря. И вообще, как об этом немало пишут современные аналитики, при развале Берлинской стены, при развале Советского Союза, при вот этих всех разных трансформациях, которым подверглись эти новые, новосозданные, воссозданные страны, и проблема была в том, что Запад вдруг открыл пространство, о котором он вообще мало что понимал. Я сама могу свидетельствовать на своем опыте, что даже в 96-м году, когда я приезжала стажироваться в Брюссель, меня там знакомили с каким-то человеком, сказали, что я из Литвы, и он говорит, да-да, знаю, у них война. То есть он подумал, что я из каких-то там Балкан, ну, наверное, перепутал с Косово, я не знаю, с каким регионом. То есть вот это все пространство для них было, ну, что, чем-то вот там, чуть ли не убилионис, там, где львы, там, где, там, не знаю, медведи или там что-то вообще, дикие, дикие места. То есть весь этот нарратив, который существовал на Западе по отношению к Восточной Европе с средних времен, наверное, вы знаете, что даже город Вильнюс, например, в немецких источниках, в немецких картах, картах обозначен как Вильда. Не Вильнюс, а Вильня, а Вильда. Это не какая-то грамматическая ошибка, а Вильда, ну, слово само означает дикий, да? То есть что-то там где-то. Так вот, и вот это открытие Центрально-Восточной Европы с их стороны, глядя с их стороны, действительно было чем-то своеобразным, тем более, что на этом пространстве происходили очень интенсивные процессы нацветворения, как это по-русски, создания, воссоздания, как в нашем случае, в национальных государствах, те проекты, которые для нас казались очень-очень важными, а для западных людей они казались довольно странной затеей. И я помню, что, вот, возвращаясь к тому периоду, когда я жила на Преселе, меня брал в интервью один бельгийский политолог, который писал работу про наши поющие революции. И он, и когда я в свою очередь его спросила, почему он выбрал именно такую тему, он сказал, для меня, как западного человека, удивительно то, что в наши дни еще есть люди, способные умирать за Родину. То есть он имел в виду вильнюсские события самого начала 91-го года, 13 января, когда советские танки уничтожили несколько гражданских лиц. И этот сюжет впоследствии вошел в нашу национальную мифологию. То есть вот тоже своеобразная нестыковка между понятиями того, что же является Востоком, что же является Западом, Европой. Тем более, что, наверное, даже в контексте того, что уже со временем Освальда Шпенглера обозначалось как кризис Европы, как закат Европы, да, закат европейской культуры, и в этом контексте, наверное, открытие этой новой, еще не познанной, восточной, центральной, восточной Европы. Может, для некоторых западных интеллектуалов казалось, как своеобразная панацея, или хотя бы потенциальная панацея для решения западных бед. Потому что вот эти восточные европейцы, которые пережили эти все страшные вещи, тоталитарные режимы, геноциды, ссылки и так далее и тому подобное, они считались как бы более мудрыми, более духовными, и предполагалось, что они могут помочь Западу тоже. Но оказалось, что это было не совсем так, что, наверное, прежде всего, восточные европейцы использовали вот это новое, открывшееся пространство и вообще изменение геополитики как возможность для, прежде всего, в этот период, нелегальной эмиграции, а потом уже, будучи в составе Евросоюза, легальной эмиграции западные страны. Так что эти все социополитические, экономические аспекты, конечно, как контекст для нашей темы, они тоже очень важны. Но я теперь хочу перейти уже ближе к моей основной теме, как раз вот расколотой памяти Европы. Почему же она расколота? Надо иметь в виду, что Европа, когда описывалась ее история или говорилось о каких-то европейских делах, прежде всего, имелась в виду, конечно же, западная Европа, и лишь это являлось европейским стандартом. Но тем самым, дело было в том, что послевоенная Европа прежде всего, свою миссию видела в том, чтобы создать долгосрочный и стабильный мир, чтобы избежать новых военных конфликтов. И это им удалось. Поэтому вот этот проект, основной проект создания мирного сожительства и стал фундаментом будущего Евросоюза. Но, как мы знаем, теперь из, на данный момент, 27 евросоюзных государств, 17 из них имеют опыт диктатур одного или другого долга. Получается, что Европа как раз является полем травматизированной памяти и как раз является сообществом травматизированного, травматизированных людей. И эти травмы, которые были разного толка, их источники были разными, но оказалось, что за послевоенный период некоторые травмы высвечивались, о них громко говорили, прежде всего, я имею в виду травмы Холокоста, а некоторые другие травмы умалчивались. О них просто никто не говорили, это было, считалось неприлично, неполиткорректно. Но я имею в виду, например, сюжет, который довольно недавно стал актуальным, например, преступления советских войск на территории Восточной Пруссии, например, массовое насилование женщин и так далее, это плодовое. Таким образом, для Запада, для которого основным мифом и фундаментом для общей европейской памяти стала память о Холокосте, наши беды, наши проблемы оказались довольно не всегда понятны. И поэтому пришлось искать медиаторов, пришлось искать людей, которые бы смогли рассказать западным людям на им понятном языке, что же происходило на этой части Европы. Я имею в виду память о ГУЛАГах. То есть, получается, что расколотая память Европы это две памяти основные, конечно же, их намного больше, но две основных памяти это память о Холокосте и память о ГУЛАГе и получается так, что несмотря на те страшные преступления, которые делали и один, и другой тоталитарный режим в середине XX века, по существу эти две памяти были не только разными, но они и не могли быть совмещены, не могли, не мог быть найден какой-то общий как сказать по-русски да, общая платформа, спасибо. Так вот, получается, что тем самым выявилась своеобразная асимметрия между памятью Холокоста, который уже за послевоенный период был очень развитым, педагогика Холокоста, эдукация Холокоста, музеификация, и так далее, эму реализация и так далее, тому подобное, и вдруг только через последствия распада Советского Союза открытая другая память ГУЛАГа, которая прежде всего проявилась на чисто национальном уровне и поэтому приобрела чисто национальные черты, например, ну у нас вот этот нарратив ссылок, вообще когда было открыто, то, что людей вывозили в Сибирь без суда и следствия, что это было массово, и по крайней мере у нас вот это открытая память, и вдруг бум, целый издательский бум мемуаров бывших сильных, которые действительно произвели ошеломляющее впечатление, другой феномен тоже присущий этому периоду, то есть начало независимости, когда родственники просто приезжали в Сибирь, находили могилы своих близких и выкапывали останки и привозили обратно на родину, там перезахороняли, и другой пример, который я хочу привести, у нас очень популярная такая акция, ориентированная прежде всего на молодежь, она называется Миссия Сибирь, это каждый год уже, мне кажется, с 2006 года, если я не ошибаюсь, проводится даже конкурс, поскольку есть масса желающих, масса тех, молодых людей, студенты, школьники, которые хотят участвовать в этой акции, то есть выбирается группа и они там с людьми, которые знают, куда, как поехать, они выезжают в Сибирь и находят могилы, они ухаживают за этими могилами цельно, иногда они встречают даже людей, которые так и остались в Сибири, и на них это действительно производит очень большое впечатление, но это как раз я тут говорю, а уже немножко перехожу к проблеме того, как эти травмы, которые были испытаны этими людьми, которые потом были подхвачены официальным новым уже идеологическим нарративом, который, по крайней мере, в Литве сложился довольно гармонично и довольно бесконфликтно, но я также хочу затронуть аспект, который, мне кажется, как раз объединяет наше и ваше общество и которые пока еще, как мне кажется, вообще мало кто на него обратил внимание, это долгосрочные последствия травм, это самое главное, что я имею ввиду, потому что некоторые хабитусы, отношения к жизни, отношения к миру, они переносятся даже невербальным путем от родителей к их детям и внукам и тоже я могу объяснить, что я имею ввиду на конкретном примере, у меня есть близкий друг, у которого отец был ссыльным, депортированным и только зная его хорошо, я теперь только начинаю понимать то, почему он иногда себя ведет таким образом, что, например, он никогда не показывает эмоции, даже если это хорошие эмоции, потому что показывать свои эмоции опасно, то есть это было передано, в другой момент у него присуща такая черта избегать любых контактов с властями, это тоже совершенно недоверие к государственным органам в любой отрасли, то есть минимальные какие-то, ну, если уже это неизбежно и так далее и тому подобное, то есть я имею в виду, что иногда вот эти подсознательно, бессознательно переносимые последствия травмы, те стратегии, которые были выработаны в эпоху, когда они были адекватными, потому что те люди в Сибири, они должны были как-то выжить и им вот то, что они не показывали эмоции, даже если их там пытали или над ними издевались, для них это было защитой, но потом, когда они передали все это своим детям и внукам, теперь это уже как бы не актуально, но это остается и это действительно мешает этим людям жить сейчас. Вот я думаю, что по крайней мере у нас об этом уже есть своеобразный нарратил, я уже упоминала, все это началось с мемуаров сынных или бывших политзаключенных и так далее и тому подобное, там документальное кино, музейные экспозиции, но я не знаю, насколько это этот пласт травмы сталинских репрессий депортаций присущ и раскрыт белорусском обществе. Я только могу себе представить, насколько это важно и насколько это имеет страшную взрывную силу, потому что тоже можно сказать, чем отличается западный человек от восточного европейца, что если видит на улице лежащего человека, имеется ввиду послевоенный период, западный человек пытается подойти, помочь, спросить, в чем дело. Восточный человек просто уходит, потому что лучше не иметь никаких дел, мало ли что, можешь сам попасть туда. таким образом я говорю о том, что на нашем пространстве остается отпечаток, может быть неосознанный отпечаток культуры насилия и менталитета насилия, который просечивает всю нашу ментальность. Я тоже могу привести другой личный пример. была такая ситуация, когда мы участвовали в такой акции протеста по защите одного объекта наследия и у меня как раз как у специалиста брали интервью очень многие наши телевизионные компании. Вечером это все появилось в новостях, репортаж на несколько секунд, минуту, и на следующий день мне звонит мама и говорит, почему ты туда лезла? То есть реакция была не то, гордиться за то, что дочь попала в телевидение, а как раз наоборот. Я думаю, что это тоже идет оттуда, не вмешиваться, не влезать, не в какие там общественные дела. того, но на этих примерах я хочу показать, что о чем вообще речь и как искажено наше понятие гражданственности, нас как гражданского общества. Если самая лучшая стратегия не вмешиваться, не влезать в какие-то дела, то как вообще мы можем себя проявить как личности, как граждане конкретной страны, как патриоты своей Родины. И, кстати, я думаю, что я иногда беседую с белорусами, замечаю, может быть, я и ошибаюсь, но я замечаю своеобразные черты партизанства, стратегии партизанства. Вы знаете, ну, вы знаете, вы партизанская республика, у вас это все, но я думаю, что это партизанство иногда проявляется себя как раз как делая не гадости из-под дышка, а не напрямую выход на конфронтацию. Ну, я говорю, я могу ошибаться, но меня вот, я думаю, это тоже так сложилось у вас из вашего опыта. Но, возвращаясь к теме расколотой памяти Европы, я уже пыталась начертать основные вот ее конфликтные моменты и говорил о том, что в данном случае для консенсуса или вообще для понятия, для познания одной и другой памяти, как памяти Холокоста, так и памяти ГУЛАГа, потому что, ну, очевидно, что на Западе они не знают наших страданий и мук, на Востоке мы не хотим или не знаем историю о Холокосте, не знаю насколько это развито или не развито как сюжет в Белоруссии. В Литве это поднимается, но я не знаю насколько это вообще приобрело общественный характер или это скорее остается по дискуссии профессиональных историков. Вообще, потому что эта тема для нас очень болезненная, вы, наверное, это знаете и есть даже такая однородная концепция о двух геноцидах имеется ввиду то, что во время первой советской оккупации в 1941 году в органах то есть властных органах которые занимались как раз репрессиями было очень много людей еврейского происхождения и как раз вот то, что началось с приходом немцев было как раз месть за сталинские репрессии которые проводились с руками евреев но это такая примитивная концепция которая была провергнута очень тщательными исследованиями историков даже там поголовно рассчитывались в списках НКВД МГБ и так далее их национальная составляющая и выяснился такой очень интересный феномен который как раз и помог объяснить вот эту концепцию появления концепции двух геноцидов тем что оказывается в межвоенной Литве еврейское нацменьшинство было на самом большом 7% всего населения но они жили довольно замкнуто они мало общались с литовским обществом которое к этому времени было больше крестьянское общество и мало как-то особенно еврейская молодежь манципированная молодежь мало могла себя проявить в карьере то есть войти в правление государством и только с приходом советов они получили эту возможность и таким образом создалось впечатление у литовских граждан что вдруг откуда-то появилось очень-очень много евреев это не было истиной но такое впечатление сложилось именно потому что как раз евреи нашли возможность выйти но я говорю вот именно этот сюжет был очень тщательно исследован историками и помог объяснить вот этот этот феномен холокоста потому что действительно это ошеломляет этот факт потому что до того Литва как раз для еврейской общины считалась хорошим местом для жизни в отличие от других регионов где например погромы и ущемление прав еврейской общины были довольно присущи и действительно надо было объяснить феномен 41 года откуда вдруг такая ненависть и конечно же этот сюжет для современных литовцев тоже является таким камнем преткновения потому что особенно для нас для нашего поколения для более молодого поколения это попытка обвинить весь коллектив да чтобы вы все там расстреливали евреев конечно же вызывает тоже своеобразный шок и таким образом тема холокоста у нас тоже очень щепетильно несмотря на то что я уже поминула что то что могли сделать со своей стороны профессиональные историки в основном это уже сделано реконструкция фактов реконструкция обстоятельств и в том числе сотрудничая с другими историками еврейскими историками западными историками и так далее вот но этот сюжет действительно такой своеобразный и как раз мне кажется я уже упомянула о том что при попытке объяснить одной и другой части Европы память вот этой другой части как раз может помочь люди которые становятся своеобразными медиаторами то есть посредниками я имею ввиду таких историков как Тимати Снайдер журналиста Эн Эпплбаум и других которые как раз будучи американцами именно западу рассказывают историю ГУЛАГа и вообще то что делал Тимати Снайдер это очень важно потому что он как раз показал в каком контексте и при каких очень сложных и очень неоднородных обстоятельствах жертва может стать палачом или наоборот то что противоречит такому очень примитивному монохроматическому черно-белому восприятию реальности которые присущи любой идеологии что либо только жертва либо только там либо хороший либо плохой и вот эти все аспекты которые в синтезе Тимата Снайдера кровоземли кровавые земли очень хорошо показано мне кажется как раз способствовало более контекстуальному и нюансированному понятию процессов и событий которые происходили на территории которые кстати по карте которую в своей книге указывает Тимоти Снайдер совпадает с территориями в основном совпадает с территориями республики обоих народов да с нашими территориями то что он называет кровоземли и как раз вот эта зона стала зоной столкновения и даже перья так сказать когда накладывается слои двух тоталитарных самых страшных тоталитарных режимов и поэтому это нас приводит к другой проблеме которая тоже очень болезненно воспринимается это вопрос о том является ли советский коммунист коммунизм равным нацизму или это что-то другое и особенно эти дискуссии дискуссии выявляются во время празднования 8 или 9 мая тоже дата для них это 8 для других это 9 тоже расколотая память даже по датам идущая для центрально-восточной Европы победа над нацизмом была действительно освобождением или новым порабощением как это вообще воспринимать то что советы победили нацистов они автоматически стали белыми пушистыми или нет ну и все помните случай с сталинским этим бронзовым воином который понял очень ярую реакцию России и также это нас приводит к другой важной теме вы наверное прекрасно знаете что колокос некоторых европейцев в основном большинстве европейских стран является то есть отрицание колокоса является криминализированной деятельностью также по отношению к этому мы можем поднять вопрос а может быть и советский отрицание советских преступлений сталинских репрессий тоже надо криминализировать или нет ну например в Литве запрещена советская символика проблематика как на Западе нацистская но я думаю в этом отношении иногда могут быть разные перегибы разные манипуляции был случай когда на лондонской олимпиаде один литовец парень болельщик нашей баскетбольной сборной просто поднял руку и это было расстрактовано именно как нацистский жест британцы к этому очень серьезно относятся там его запускали по судам там он платил какие-то совершенно большие штрафы но ну я не знаю чисто по контексту как-то ну трудно было это связать с нацизмом эту конкретную ситуацию другой случай тоже который кстати поднял большую дискуссию у нас в Литве один наш профессиональный кстати историк в одной своей статье использовал такую фразу сейчас воспроизведу кажется 6 миллионов убитых евреев то есть он выразил сомнение в самой цифре а не в самом факте холокоста но этого хватило чтобы поднят большой-большой скандал в результате чего он потерял работу кстати у нас пытались коллеги историки дискутировать по этому поводу там одни его защищали другие высказывали спот то есть ситуация не была решена но я думаю что иногда как и в случае расизма в Америке вы знаете эти примеры иногда вот криминализация отрицания становится инструментом для манипуляции для расправы с иномыслящими и так далее и тому подобное далее если уж говорить о других аспектах вот этой расколотой памяти сразу же приходит в голову тема герархии жертв кто о чем я уже говорила изначально вспоминая эту ночь в Ашхабаде когда мы страдали а другие то что случилось с другими или даже что делали наши мои предки с другими людьми представителями другого этноса это не важно и вот действительно это нас приводит и к теме насколько какие именно страдания типы страданий можно ли вообще иерархизировать вывести какие-то критерии для этого потому что мы тоже знаем что холокост это считается самым-самым дальше уже некуда но например такой сюжет как изгнание или переселение европейцев который массово происходило после войны немцы выгонялись из земель которые отдавались больше и так далее и тому подобное калининградская область посидение остается милитаризированной зоной я не знаю вам приходилось там быть или нет но это я не знаю на меня это произвело вообще страшное впечатление ты заходишь в руины какой-то кирхи а там сидят местные там такие вот товарищи выпивают водку или там есть даже такой промысел когда там люди занимаются тем что они выкапывают старые немецкие могилы золотые коронки вот они этим промышляют и это все в каком-то совершенно странном состоянии самой этой земли которое такое впечатление что она вообще как после войны осталась когда знали немцев вот так все и есть и вот эти люди которые там проживают у них наверное чувство временного пребывания и вообще чувство такое не знаю как это вообще назвать осталось но это действительно да вот именно и кстати вот если вспомнить именно этот сюжет это изгнание переселение были случаи немецкой историографии когда некоторые профессиональные историки пытались заговорить об этом вынести вот именно эту память эти травмы массовое анастезирование женщины изгнание и так далее и это как бы было воспринято негативно потому что это как бы чуть не посчитали за конкуренцию сюжет около коста и так далее и так далее подобное еще один важный сюжет который тоже не все не признается это уже то что было упомянуто это вопрос армянского геноцида и вообще вопрос о границах Европы где заканчивается Европа и тут кстати что касается Евросоюза помним историю с Турцией насколько по сей день как бы Турция так и не не стало не стало частью Евросоюза хотя как бы уже там некоторым критериям соответствует но вот вопрос ислама но с другой стороны как бы те реформы которые межвоенные периоды начал Мустафа Кемалия Татюрк как раз велик вестернизации Турции то есть тоже все так противоречиво но мы знаем что армянский геноцид был признан лишь несколькими европейскими государствами лишь несколькими американскими штатами также вот вопрос о криминализации отрицания армянского геноцида тоже противоречиво решается и еще одна очень важная тема как мне кажется тоже напрямую хотя не совсем она актуализирована но напрямую касается европейской памяти это колониальное прошлое мне кажется это очень важно имея ввиду разные аспекты этого не только то какую наживу и какие богатства собрали за счет своих колоний и рабского труда где-то в Африке в Азии крупные европейские державы и крупные европейские мегаполисы но также этот аспект очень важный потому что есть прямые параллелы между геноцидом который проводился там с этими народами африканскими народами например геноцид Херера или геноцид в Конго в бельгийском Конго если поискать нетрудно в интернете найти фотографии людей которым были отрезаны вы видите часть кисти рук рабов их так да наказывали за то что они там не работали в этих плантациях и кстати интересно что это все происходило еще в конце девятнадцатого века и это как раз позволило начать вот этот дискурс о правах человека в Европе в частности в Бельгии поскольку это владение Конго было личное владение бельгийского короля Леопольда и что как мне кажется очень интересно связка этого сюжета уже с тем что делали нацисты с тем что делали советы и вообще то что делается и сегодня и то что можно назвать неоколонизмом и как вообще это отражается на отношении к людям другой окраски кожи и так далее и тому подобное и вот этот постколониальный дискурс который начался прежде всего в исследованиях литературы художественных текстов и так далее он сегодня все больше и больше переносится и на исторические политологические исследования и в том числе захватывая и постсоветское пространство есть очень интересная статья такого американского антрополога Дивида Чони Мура который как раз в ней и ставит вопрос можно ли приравнить постколониальное к постсоветскому статья конечно полемическая она вызвала очень много реакций но на нее кстати очень много кто ссылается и в данном случае интересно то что насколько действительно этот вопрос актуален для наших обществ я имею ввиду даже такую новую концепцию которую предложили уже российские интеллектуалы что касается внутренней колонизации имеется ввиду не только то что происходило в России начиная с эпохи Ивана Грозного когда ну не какие-то заморские колонии но само общество колонизировалось к ней относились именно как колонии к людям обращались таким образом но я думаю имеется ввиду и внутренняя колонизация то о чем я уже говорила вот эта интернализация травмы даже подсознательная интернализация травмы и какие последствия она приносит и как мы видим в этом контексте холокост тоже приобретает странное место потому что если мы говорим что это самое страшное что происходило то получается что это чисто евроцентрический нарратив то есть тогда мы отрицаем те страшные преступления которые происходили в Руанде в Камбодже и в других местах мира которые были как раз сотверены руками людей которые верили в одну или другую идеологию также как последствия колонизации конечно же мы имеем дело из проблемы миграции как уже люди из бывших колониальных владений приезжали и посидеть приезжают в европейские мегаполисы и как к ним относятся как к ним обращаются если мы например в Брюсселе можем видеть что трамваи за это тоже своеобразные формы расизма так вот и заканчивая свои замечания я хочу сказать что с одной стороны то что происходило в Европе за последние 50 лет после окончания второй мировой войны это можно назвать историей успеха как я уже упоминала действительно Европа сумела сохранить мир по сей день и это может быть мы этого не ценим потому что мы к этому привыкли но это очень-очень ценно надо иметь это ввиду и также Европа сумела создать общество благополучия прежде всего экономического благополучия конечно же теперь оно подвергается разным экономическим кризисам но все-таки и не случайно же эти новые европейские страны они смотрели со своей стороны на запад именно как на эту землю обетованную в экономическом смысле да как вот этот рай консумеризма и вот эта расколотая память как ее можно объединить как те люди которые имели совершенно разный опыт совершенно разные отношения к жизни и особенно к человеческому достоинству о чем я уже упоминала как они могут вообще найти общий язык будучи в Евросоюзе или не в Евросоюзе вообще что такое Европа это конечно же остается открытым но несмотря на то что как думают специалисты все-таки любая память прежде всего будет национальной это наверное неизбежно но все-таки надо пытаться создать и транснациональную память такую память которая основана не только на каких-то общих сюжетах но и которые не то что раньше опирается лишь на нарративы героев тех которые победили тех которые являются хорошими а то что плохо мы как бы под ковер мусор а как раз наоборот мы должны принять свое собственное прошлое и прошлое наших соседей признавая коллективную вину нашего нашей этнической группы и также с большим чувством ответственности и я думаю что то с чего я начала с этой истории про армян и азербайджанцев вот это очень-очень болезненная тема я не знаю насколько вообще ее можно решить но я думаю что и в этом и в других случаях действительно надо искать диалога призная признавая не только свою боль но и боль трагедию и драму другого потому что мы все люди и мы все имеем право на собственное достоинство спасибо 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 спасибо